Глава пятнадцатая Книги Иисуса Новина Жребий колену сынов Иудяных по племенам их выпал такой. В смежности с Идумеей была пустыня Син, к югу при конце Фимана. Южным пределом их был край моря соленого, от простирающегося к югу залива. На юге идет он к возвышенности Акравимской, проходит Цин и, восходя с южной стороны, к Кадес-Варни, проходит Хецрон и, восходя до Аддара, поворачивает к Каркае. Потом проходит Ацмон, идет к потоку Египетскому, так что конец этого предела есть море. Это будет южный ваш предел. Пределом же к востоку море соленое, до Устья и Ордана, а предел с северной стороны от залива моря, от Устья и Ордана. Отсюда предел восходит к Беф-Хогле и проходит с северной стороны к Беф-Араве и идет предел вверх до камня Багана, сына Рувимова. Потом восходит предел к Давиру от долины Ахор и на севере поворачивает Галгалу, который против возвышенности Адумима, лежащего с южной стороны потока. Отсюда предел проходит к водам Йен-Шемеша и оканчивается у Йен-Рогела. Отсюда предел идет вверх к долине сына Амонова с южной стороны Иевуса, который есть Иерусалим, и восходит предел на вершину горы, которая к западу против долины Яномовой, которая на краю долины Рифаимов к северу. От вершины горы предел поворачивает к источнику вод Нефто-Ах и идет к городам горы Ефрона и поворачивает предел к Ваалу, который есть Кириаф и Арим. Потом поворачивает предел от Ваала к морю, к горе Сииру, и идет с северной стороной горы Еарим, которая есть Кесалон, и, не сходя к Вевсамису, проходит через Фимну. Отсюда предел идет с северной стороной Екрона и поворачивает предел к Шикарону, проходит через гору Ваал и доходит до Иавниила. И оканчивается предел у моря. Западный предел составляет Великое море. Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех сторон. И Халеву, сыну Иефонину, Иисус дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу, Кириаф Арбы, отца Енакова, иначе Хеврон. И выгнал оттуда Халев трех сынов Инаковых, Шашая, Ахимана и Фалмая, детей Инаковых. Отсюда пошел против жителей Давира, и имя Давиру прежде было Кириаф Сефер. И сказал Халев, кто поразит Кириаф Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафанаил, сын Кеназа, брата Халевого, и отдал он жену ему, Ах, в жену ему, Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей, что тебе? Она сказала, дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. И он дал ей источники верхние и источники нижние. Вот удел колено сынов Иудиных по племенам их. Города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумею на юге были Кавцеил, Едер и Иогур. И следующие стихи от двадцать второго по стих шестьдесят второй, все перечисления городов, которые стали владением сынов Иудиных. И теперь я читаю шестьдесят второй стих, Невшан, Ирмилах и Енгеди, шесть городов с их селами. Но Иевусеев, жители Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому Иевусеи живут с сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня. Иерусалима Иерусалима Иерусалима